Пиратские клады и затонувшие сокровища. Все это кажется скорее сюжетом из приключенческих романов про дальние страны. Однако в истории России тоже немало интересных историй про сундуки на дне моря. Одна из них про английский фрегат под названием «Черный принц», затонувший у Крыма. На самом деле корабль назывался не «Черный принц», а просто «Принц». Эпитетов названия добавили для красоты и таинственности уже после крушения. Фрегат спустили на воду в июле 1854 года, и британское адмиралтейство сразу отправило его в гущу главных мировых событий. Корабль должен был доставлять грузы в Крым, где начиналась война. Этот конфликт известен под названием «Восточной» или «Русской войны», а у нас «Крымской». В ноябре 1854 года принц вошел в воды Черного моря. В трюмах были боеприпасы, зимняя форма для солдат, медикаменты, электрический телеграф. А еще, по легенде, на борту было жалование для британских солдат – 200 тысяч фунтов золота. Утром 8 ноября принц прибыл на рейд Балаклавской бухты и попытался встать на якорь. В этих попытках даже утопили два якоря, получилось только с третьей попытки. А через несколько дней у берегов Крыма разыгралась страшнейшая буря. В это время рядом было 24 английских корабля. Принц столкнулся с несколькими из них, получил небольшие повреждения, а потом налетел на скалы. Капитан приказал команде спасаться, но из 150 членов экипажа выжили только шесть. Корабль выдержал несколько ударов о скалы, но потом раскололся пополам. И вместе с ним на дно пошли и форма, и медикаменты, и предполагаемые сокровища. После крушения принца английские солдаты стали замерзать. Зимней формы на всех не хватало. Компания, у которой был арендован этот пароход, вообще феноменально не везла на Крымской войне. Она потеряла три корабля. Принц разбился в буре, а еще два просто сгорели. Через пару лет невезучая фирма просто продала весь свой флот. О крушении судна с богатым грузом услышала вся Европа. Журналисты писали о Черном принце, вместе с которым на дно ушли сундуки с золотом. Конечно, мысли о сокровищах захватили умы людей. В 1875 году во Франции даже учредили акционерное общество. Люди вкладывали огромные капиталы в поиск Черного принца. Французы нашли на дне 10 затонувших кораблей, но принца и сокровищ среди них не оказалось. В начале 20 века была предпринята еще одна попытка найти легендарный пароход. Некто Джузеппе Ристуччи изобрел водолазный костюм для работ на огромной глубине. Ристуччи возглавил экспедицию. Водолаза спускали на дно и поднимали по часу. Сами поиски шли меньше получаса. Через 20 минут водолаз дал сигнал к подниманию. Медленно его вытащили на поверхность. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Водолаз вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Так писал Куприн, вживую наблюдавший за операцией. Итальянцам найти клад не удалось. Даже советские власти не давали покоя сокровища на дне Черного моря. Именно для поисков Черного принца была создана экспедиция подводных работ особого назначения – легендарный Эпронт. Советские водолазы тоже прошрестили дно у балаклавы, но найти принца не смогли. Корпус корабля нашли только в 2010 году. А год спустя английское посольство в Украине рассказало то, что шокировало всех, кто надеялся найти сокровища Черного принца. Их там никогда не было. Деньги сняли с корабля еще в Константинополе, а расписка об этом полтора века хранилась в банке Англии. Продолжение следует...